Всем привет! Гараж Тюнинг снова с вами И сегодня у нас проект Aerox У нас собственно порвался тросик газа А точнее он почти порвался Тросик растрепался Не будем доводить до крайности У нас имеется вот такой тросик газа Он 2,5 метра примерно 2,30 Заказывал я его со скутера Така Вот так вот это выглядит Тут два стопорка Но они немножко не подходят Будем использовать старую рубашку Проденем этот тросик Мы его укоротим Сделаем вот этот стопорочек Своими руками с помощью паяльника волова И будем ставить все в карбюратор Вот такая вот у нас печальненькая здесь картинка Вот тросик растрепался Вот здесь то же самое Пробуем вот так сделать Вот я думаю вам видно То есть у меня стоял вот такой вот уголок На карбе Вот и с ним случилась беда Видимо он как-то тросик как раз нам и порвал Вот тут наш карбюратор С карбюраторами этими State 6RT ПВК Здесь небольшая с ними проблемка В общем вот эта поплавковая камера Которую вы видите От постоянных вибраций, колебаний И прочей херни Короче его постоянно переливает Поэтому я немножко уровень поплавковой камеры уменьшил Чтобы бензина было поплавковой меньше Ну и наверное кстати еще надо чуть-чуть уменьшить Потому что вот так вот он стоит под наклоном И постоянно вот таких вот вибраций, скачков и прочего Постоянно бенз херячит на перелив Дошло уже до такой степени Что перелив почему-то аж пошел в верхние патрубки Уходить Не просто снизу В общем-то будем с этим тоже разбираться Фильтр молосевский Как бы Который вы уже видели Ничего плохого сказать не могу Единственное, но я в прошлый раз не отметил Вот если посмотрим вот так вот на солнышко Он как бы вот Вот Он весь просвечивается Довольно таки неплохо Вот Но это говорит о том Причем вот боковины нет Ну относительно, да Вот А вот именно нижняя верхняя часть Да Это говорит о том, что пыль и абразив Да, скажем так Природный И то, что вы хватаете все на дороге Не дай бог у вас нет крыла И стоит фильтр назад Как бы с разворотом, как у меня То будут проблемы Ну как бы Пропитка Ну Посмотрим Пропиточка почти вся ушла Вот смотрю Вот тру его И ну Особо не ощущаю ничего Короче говоря, трос Нужно сейчас вытянуть старый Вот Разобрать этот механизм Вытянуть старый тросик И в эту рубашку Запихнуть Новый трос Предварительно Немножко смажем маслечком Для лучшего скольжения Опять же, да Обрежем Нам понадобится паяльник Нам понадобится олова Вот Ну у меня такое есть Есть и другое Тут еще Из батяных запасов осталось Старая коробочка советская Не знаю сколько тысяч лет Ее уже Вот И как бы Будем Напаивать Такую бубышечку Стопорочек Потом мы его обточим Вот Конечно лучше на шлифовальном диске Или что-то Что-нибудь такое Но если у вас Нету То я думаю Не беда Можно аккуратно И напильничком Аккуратненько Например Подровнять Какими-нибудь Бакорезами Потихоньку Срезать напильником Подровнять Что-нибудь В таком духе Чтоб в итоге у вас Получился вот такой вот Стопорочек Нужен вот такой вот Маленький Вот Ну здесь он уже Конечно подуставший То есть Нужен меньше На ПВК Чем вот Вот здесь Нужен еще меньше В первую очередь Нам нужно Вытащить Старый трос Чтобы вытащить Нужно Чудо Короткоходную ручку Открутить Старый трос Мы обрезаем Потому что Он уже В принципе все Теперь нужно Вытащить Сам трос Сейчас мы заодно Посмотрим В каком он состоянии Ну в общем то Все плохо Вот он тут уже видно Что начал перекручиваться Ну и вот То что с ним произошло Грубо говоря Он скорее всего Просто перетерся Вот в принципе Все устройство Короткоходки Вот такой диск У нас здесь Который становится И собственно Вот через него Все происходит Все движение То есть тоже Никаких космических Технологий Все довольно таки просто Единственное Здесь вот эту бубышку Нам тоже придется Немножко изменить В первую очередь Берем старый трос И новый Вместе их складываем И отмеряем длину Которую нам нужно сделать Длина должна быть Одинаковая Чтобы нам Заново не подкручивать Ничего не изменять Вот как бы Берем еще Запасом Берем запасом Примерно Сантиметр Или два Теперь нам нужно Этот тросик продеть И уже после этого Будем продолжать Делать всякие Манипуляции Тросик мы вывели С вами Следующее Что нужно сделать Это немножко Его распушить Мы берем Вот так вот Кончик Просто его Раскрываем Как бы Да Вот Дальше берем По одному По два По три прутика И как бы И как бы Вот так вот Загибаем Загибаем В обратную сторону И делаем И делаем из нее Такой как Цветочек Да Сложно мне вам Объяснить Но в общем Просто тогда Смотрите То есть распушиваем И нужно как бы Сделать это Равномерно После чего Нужно это еще Дело подогнуть Максимально К основанию Тросика После чего Мы это дело Зальем оловом И начнем Обтачивать Лучше на шлифовальном Конечно диске Или что-нибудь такое Чтобы было удобно Ну короче Ни хрена не аккуратно Я думаю В общем вот смотрите Вот так вот Это как-то сейчас выглядит Вот такая большая Бобышка Получилась Сейчас она подостынет И мы ее будем стачивать Самое главное Стащить равномерно Центрально Относительно тросика Ну что друзья Вот эта хрень Которая собственно Точит ножи Я уже стащил До такого состояния Просто как бы Включаем И вот Вот таким вот образом Стащил я До вот такого размера Эту бобышку В общем поставили все здесь Там тоже Там отдельно заслоночку Все поставили Пружинку Все натянули В принципе все нормально Вот ручка у нас Возвращается Он у нас Слышно как карбюратор щелкает В общем все в порядке Ну и как бы вот Коротенькие видосы Серии Как быстро В принципе поменять И мне конечно Заняло это Очень больше времени Чем я предполагал Потому что еще Пришлось повозиться С карбюратором С вами был Гараж Тюнинг Подписывайтесь Оценивайте Ставьте лайки Дизлайки Кому как нравится До скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok